Двигаемся прямо под диагональ и в обратную сторону. Пока дети бегают на открытом поле, их родители, а точнее инициативная группа, рассказывают о проблеме, с которой они столкнулись в конце июля этого года. В этом здании мы занимались на протяжении 8 лет. И теперь мы узнали летом, что мы больше здесь не занимаемся. Куда нам идти, где нам заниматься, мы не знаем. Родители хоккеистов говорят, они не просто возмущены, что их дети остались в зиму без скрытого помещения. Им обидно и досадно, что отказ поступил от заслуженного тренера России по хоккей на траве, руководителя клуба по тому же виду спорта Владимира Кобзева, одного из владельцев спортзала. Казалось бы, две организации должны работать в крепкой сцепке, а тут разлад. Возмущены мы до крайности, потому что наши дети остались на улице, они любят этот вид спорта, занимаются уже восьмой год, с удовольствием идут на тренировки. И очень обидно, печально, что дети остались реально на улице. У Владимира Кобзева на этот счет свое объяснение. О том, что договор о ренте спортзала не будет продлен, школу юности Алтая, по его словам, предупредили заранее. Убежден, оставить ее нельзя, иначе изношенное напольное покрытие из-за ударов клюшек совсем развалится, и спортзал придется закрыть. А на его ремонт нужно порядка 5-6 миллионов, которых нет. Тут бы накопившиеся долги погасить перед управляющей компанией, плюс налоги, говорит Кобзев. Вот сейчас они подали в суд, я думаю, суд они выиграют, потому что закон на стороне этой компании, нам там 300, почти 350 тысяч придется платить. Плюс платим мы налог на землю. За это и за стадион 217 тысяч. В феврале, до 17 февраля эту сумму надо заплатить. Кобзев утверждает, из-за юности Алтая зал ежемесячно терпел убытки в размере 170 тысяч рублей. Ведь спортшкола за час аренды зала платила чуть больше 2 тысяч рублей. Для сравнения, занимающиеся здесь же футболисты – 3 тысячи. Но проблема очевидна не только в финансовой плоскости. Из многочисленных официальных ответов чиновников родителям хоккеистов понятно, что Министерство спорта хотело бы передать довольно изношенную спортивную инфраструктуру на Малахова в госсобственность. Но садиться за стол переговоров руководитель коммунальщика не рвется. Вопрос решался так. Вот эта вот земля, вот перед, овраг вот этот, здесь было футбольное поле. Александр Богданович Карлин когда был, мы в 2009 году Еврокубок выиграли, он говорит, давай землю в госсобственность передавай, я тебе построю стадион. Я говорю, в госсобственность передать, я говорю, давайте школу откроем и землю в школу передадим. Школу открыли 1 января 2010 года, а 26 декабря 2009 года земля была уже в школе передана. Ну там название уже было, юность Алтая, землю передали в школу. Школа платила налоги, а ничего никто не строил. На вопрос, куда идти сегодня, воспитанникам юности Алтая Кобзев советует обойти школы и арендовать доступный зал. Но свободных, говорят родители, уже не осталось. На запрос от нашей редакции министерство спорта ответило лаконично, но не конкретно. Сообщаем, что совместно с администрацией учреждения определены несколько удовлетворяющих требованием вариантов помещений. В настоящее время согласовывается документальное оформление и финансирование. Прерывание процесса спортивной подготовки не планируется. А между тем, перейти в помещение дети должны уже к октябрю. Обидно за вид спорта. Я сама из Мособласти и приехала сюда в 2010 году помогать развивать этот вид спорта. Играла за команду коммунальщики продолжительное время. Раньше было как-то и на слуху. И в принципе все команды были рады с нами поиграть. И была какая-то конкуренция. На данный момент этого нет. И, к сожалению, мы не можем полноценно достичь определенных высот за счет того, что нам не позволяет инфраструктура. Добавим, в 2021 году между Министерством спорта края и Российской Федерацией хоккея на траве было заключено соглашение о развитии этого вида спорта высших достижений в регионе. Один из его пунктов – создание благоприятных условий для получения высоких результатов и повышения эффективности тренировочного процесса. Мы будем следить за развитием ситуации.